Чемпионата не будет. Федеральные издания сегодня растиражировали новости о том, что Ярославль и Саранск исключены из списка городов, где пройдут матчи Чемпионата мира по футболу 2018 года. Впрочем, официальную информацию никто не подтвердил. Городан зовут завтра вечером, поэтому в Ярославле еще не теряют надежду на мундиаль. Мой коллега Александр Рябков в этом сегодня убедился. Ярославль вперед. Только щенок, только победа. Только щенок, только вперед. Только Ярославль, только Ярославль. На площади юности сегодня прошла акция за проведение в Ярославле матчей Чемпионата мира. Собралось несколько десятков человек. Пикет, возможно, был бы более многочисленным, если бы не разочаровывающая новость о том, что Ярославль якобы уже лишился шансов на Чемпионат мира. Эту информацию, кстати, сегодня официально опроверг министр спорта Виталий Мутко. Все должно определиться завтра. Мы хотим, мы же жители города, мы хотим, чтобы здесь был чемпионат, мы делаем. Пускай они обратят на это внимание. Ни в одном другом городе такого не проходило. Город Ярославль самый по-граждански активный город. Завтра мы будем спрашивать у жителей, наверное, делать соцопрос такой своеобразный. Вот, хотят ли они. И по итогам этого соцопроса отправим, я думаю, результаты в Москву, в комитет наш. И попробуем на сайт УИФА отписаться. Сбор подписей организовали непосредственно на площади. Поддержать заявку Ярославля пришли и футболисты Шинника. Естественно, мы должны, как единственный футбольный клуб в Ярославской области, должны поддержать. И, конечно, мы надеемся на то, что завтра будет официальное уже решение. Конечно, в пользу нас. От нас, конечно, мало что зависит. Но, естественно, мы хотим этого и желаем. Я думаю, что весь город этого хочет. Потому что провести чемпионат мира в нашем городе, я думаю, это большое событие. В составе Шинник один из самых ярых сторонников ярославской заявки Алин Дри. Африканский защитник говорит, что Ярославль стал для него по-настоящему родным городом. Али с легкостью находит много аргументов в пользу проведения Мундиаля в нашем городе. Ярославль ближе от Москвы. И там время одинаковое. И там город вообще классный. Сладуне все, там инфраструктура замечательная. Если выбрать Ярославль, город уже тысяч лет был. И там не старый город, но красивый город. Просто надо выбрать Ярославль. Я очень проживаю за городом. Потому что после заграждения я сразу приехал в Ярославль. Это город, который я очень хорошо знаю Россию. Я был нижний, конечно, но я очень хорошо знаю Ярославль. Потому что меня очень понравилось. Я проживаю за городом. Ярославль достоин принять чемпионат мира 2018 года. И я, как корреспондент городского телеканала, полностью подписываюсь под этими словами. Александр Рябков, Василий Мосин, городской телеканал.